Всем привет, друзья! На что лучше всего снимать тревел-блогеру и какие вещи я обязательно беру с собой в дорогу? Об этом я расскажу вам сегодня. Я объездил 55 городов Украины и мне есть, что вам рассказать. Поехали! Перед началом хочу напомнить вам про денежный бонус от Parimatch. 2,5 тысячи гривен. Чтобы получить его, нужно перейти по ссылочке в закрепленном комментарии, зарегистрироваться в системе Parimatch и пополнить балансы бонуса вам прилетит почти 100 долларов. Не верите? Проверьте. Не буду врать, что моя личка прям забита вопросами о том, на что я снимаю, но периодически я все-таки получаю эти вопросы. И начнем мы, конечно же, с камер. Вообще, камера, на которой я снимаю прямо сейчас, это Panasonic GH5. Я думаю, что это, если не лучшая, то одна из лучших камер для съемки видео в принципе. Многие ее ругают, конечно, за не очень хороший, мягко говоря, автофокус, но в остальном это отличный, правда, дороговатый вариант. И можно было бы брать эту камерку с собой в дорогу, была бы профессиональная картинка и все максимально по красоте, но она, камерка, довольно тяжелая. С руки будет снимать крайне неудобно, к ней нужно перейти штатив, поэтому я использую ее именно для домашних съемок. В дорогу же я беру вот эту камеру DJI Osmo Pocket. Точнее говоря, две. У меня две одинаковых камеры. Почему так получилось? Osmo Pocket прям очень хорошая, благодаря своей стабилизации это прям must-have именно для travel-блогеров, но у него тоже есть два косяка. Это отсутствие съемной батареи и узкий угол обзора. Но если последний косяк решается покупкой его такой линзы, то отсутствие съемной батареи это прям боль. У меня первый Pocket, я брал его летом прошлого года. Второй Pocket, конечно, бодрее. Там и угол изначально шире, и радиомикрофон есть, и в темноте снимает он получше. Но у второго тоже несъемная батарея. Надо сказать, сама камера обладает неплохим встроенным микрофоном, и можно было бы писать на него. Но если вы, как и я, перфекционисты, хотите, чтобы звук в ваших роликах был на уровне, то вас это, как и меня, не устроит. Именно поэтому у меня есть съемный микрофон Edutige ETM001, и как следствие две камеры. То есть одна камера села и заряжается на пауэрбанке, и я снимаю на другую. Что поделаешь, друзья, это маркетинг, но, повторюсь, Osmo Pocket это лучшая камера для съемок путешествий. Osmo Pocket 2 еще лучше, но вот у меня пока первая версия. Следующее, что я беру с собой в дорогу, я уже мельком упомянул, и это, конечно же, пауэрбанки. Их у меня два, каждый на 20 тысяч миллиампер часов. Пауэрбанков превеликое множество, стоят они недорого, отличаются друг от друга, разве что цветом. Так что, какой брать, это выбор каждого человека. Идем далее. Я вам сказал про дополнительный микрофон, который у меня есть для Osmo Pocket, но у меня есть также и петличка, на которой я пишу звук прямо сейчас. Ее я тоже беру с собой в путешествие для того, чтобы записывать звук в помещении, потому что вот этот микрофон, он всенаправленный, то есть он пишет все звуки вокруг. И главное, он пишет эхо, что, сами понимаете, не очень хорошо. Но петлю я использую крайне редко, как правило, только когда рекламирую какой-либо отель. Далее. Что дает объем любому видео? Конечно, квадрокоптер. Я использую DJI Mini 2, в расширенной комплектации это всего лишь вот такая маленькая сумочка с пультом, зарядным хабом, тремя батареями и запасками. Чем хорош Mini 2? Он миниатюрен, пишет 4К и очень мало весит, всего 249 граммов, поэтому его не нужно нигде регистрировать. Впрочем, в Украине все запреты на полеты носят чисто рекомендательный характер. Но и в этом миниатюрном коптере есть один серьезный недостаток. Это отсутствие датчиков, которые позволяли бы огибать препятствия. Это стоило мне краша на съемках в Кременце. Так что дрон я вам сейчас не показываю, он находится в ремонте. Ремонт дрона, кстати, оценили в 5000 гривен. Часть этих денег мне уже помогли погасить подписчики канала, за что им огромное спасибо. Этот ролик выходит при поддержке патронов моего канала. Попасть в этот почетный список можете и вы. Поддержите канал, получите доступ к закрытым материалам и попадайте в каждый ролик. Ссылка на патреон в описании. И вот у нас есть техника для съемки, есть камеры, дрон, пауэрбанки, чего не хватает. Конечно же, ноутбука. Его я юзаю, во-первых, чтобы составлять маршрут по тем городам, по которым я его еще не составил. Во-вторых, для чтения ваших комментариев, некоторые из которых мне попадают в предложенные, если в них содержатся ссылки, маты и прочее. Ну а в-третьих, чтобы через него скидывать отснятый материал. Материал из каждого города весит примерно 100 гигов, а для ноута с жестким диском на 1 терабайт это очень много. Поэтому в дорогу я также беру с собой съемный винчестер на 4 терабайта. На него я заливаю все, что отснял. Ну и конечно, чтобы все это дело, кроме переносного винчестера, само собой заряжать, вам нужен сетевой фильтр. Дело в том, что далеко не в каждом отеле есть много розеток. К тому же, поставив все гаджеты заряжаться по разным углам, вы рискуете что-нибудь где-то дозабыть. Так подрубайте сетевой фильтр, и у вас все заряжается в одном месте. Это очень удобно. У меня довольно простенький удлинитель на 5 гнезд, но в скором времени я хочу купить что-нибудь посолиднее, где есть также USB разъемы. Это выручает, когда, например, у вас не хватает адаптеров питания. При желании и необходимости можно также взять с собой самую обычную флешку для каких-то мелких данных, чтобы не подрубать каждый раз съемный винчестер. И вот это все дело я кладу в свой рюкзак. Он тоже, как вы понимаете, обязательная вещь для любого путешественника. Кроме того, что я перечислил, также не забывайте в дорогу зонт, дождевики, солнцезащитный крем, кепку, солнцезащитные очки, зарядки для телефонов, воду и влажные салфетки. Если вы путешествуете на машине, то удобно при себе иметь термос с чаем, можно попить в дороге. Это нас очень выручало в последней на данный момент поездке. Ну и, наконец, всем советую приобрести качественный, это очень важно, качественный швейцарский нож. Этот мне подарил дядя, когда мне было лет, наверное, 10, если не ошибаюсь. С тех пор он много раз меня выручал в поездках и делает это до сих пор. Вот такой набор я всегда имею при себе, когда еду снимать какой-либо город. Это, конечно, помимо обычных вещей. Если добавить их, то получается, как правило, один большой чемодан, рюкзак с техникой и еще торбочка с едой и какой-то мелочевкой. Это мой набор блогера, теперь вы знаете немного больше о закулисе нашего проекта. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, и обязательно, друзья, обязательно жмякайте колокольчик, чтобы не пропускать ничего нового на моем канале. На этом все, всем спасибо и пока.